Львы, как правило, обладают сильным характером, а их горделивость и чувство собственного достоинства могут сделать общение с ними настоящим вызовом. Давайте рассмотрим 10 выражений, которые могут оказаться настоящими камнями на мельнице, для этого великодушного, но иногда чувствительного знака зодиака. Перед тем, как продолжить, подпишись на наш телеграм-канал, у нас там денежные розыгрыши, ссылка в описании к видео. Первая фраза «Ты не такой великий, как думаешь». Избегайте подобных фраз, когда общаетесь с Львом, поскольку они стремятся к величию и почету. Львы часто ищут подтверждение своего статуса лидера и ценят уважение окружающих. Когда вы подвергаете сомнению их способности или успехи, это может ранить их гордость. Вместо этого поощряйте их достижения и признавайте важность их влияния, тем самым создавая позитивное и поддерживающее общение. Вторая фраза «Ты постоянно требуешь внимания». Избегайте указывать на постоянное стремление Львов к вниманию. Хотя они могут казаться экстравагантными, это просто выражение их естественной уверенности и желания быть в центре внимания. Критика в этом вопросе может вызвать у Льва недовольство и даже оскорбление. Третья фраза «Может быть, тебе следовало бы быть скромнее». Львы, как правило, не стремятся к скромности. И критика в этом вопросе может быть воспринята как попытка ограничить их естественное чувство гордости. Лучше признайте их достижения и поддерживайте положительное самовосприятие. Четвертая фраза «Твои идеи не так умны, как ты думаешь». Львы ценят свой ум и творческий потенциал. Когда критика направляется в сторону их идей, это может задеть их самооценку. Вместо этого старайтесь находить положительные аспекты их творческого мышления. Пятая фраза «Ты слишком самоуверенный». Львы действительно выделяются своей высокой степенью уверенности, что делает их непосредственными лидерами и влиятельными личностями. Их уверенность является источником их силы и вдохновения для окружающих. Однако, отмечать их самоуверенность напрямую может вызвать в них негодование и раздражение. Вместо того, чтобы фокусироваться на самой черте характера, которая может вызвать недопонимание, подчеркните их уверенность как сильную сторону. Поддерживайте их решимость, подчеркивая, как их уверенность способствует достижению целей и вдохновляет окружающих. Важно создавать атмосферу, где львы чувствуют себя признанными за свою лидерскую роль и влияние, а не сосредотачиваться на возможных негативных аспектах их уверенности. Подпишись на нас в телеграм-канале. Шестая фраза, неужели ты снова хочешь быть в центре внимания? Львы привыкли к тому, чтобы быть в центре внимания. Это не обязательно означает их эгоизм. Когда указывается на их стремление к вниманию, это может вызвать раздражение. Лучше покажите интерес к их историям и успехам, создавая поддерживающую атмосферу. Седьмая фраза, ты слишком эгоистичен. Львы, хотя могут проявлять заботу о своем благополучии, обычно не считают себя эгоистами. Указание на их эгоизм может вызвать недовольство. Лучше подчеркните их щедрость и готовность делиться с окружающими. Восьмая фраза, твои запросы на похвалу надоело слушать. Львы ценят признание своих достижений и похвалу. Отрицание их запросов на похвалу может быть воспринято как несправедливость. Вместо этого активно выражайте признание за их усилия и успехи. Девятая фраза, ты не всегда прав. Львы могут быть упрямыми, и критика в отношении их правоты может вызвать сопротивление. Вместо этого предложите свою точку зрения, стараясь поддерживать конструктивный диалог. Десятая фраза, зачем всегда делать все по-твоему. Львы, как лидеры, часто предпочитают иметь контроль. Критика в отношении их подхода к решению задач может вызвать раздражение. Попробуйте найти компромисс и сотрудничество, выражая свои идеи и предложения. Одиннадцатая фраза, неужели ты считаешь, что мир вращается вокруг тебя? Львы часто стремятся к лидерству, и это не всегда связано с эгоизмом. Указывание на их центральную роль в обществе может вызвать раздражение. Лучше выражайте признание и уважение к их усилиям. Двенадцатая фраза, твои требования могут быть утомительными. Львы могут быть требовательными, но это происходит из желания достичь высоких стандартов. Критика их требований может вызвать обиженность. Вместо этого подчеркивайте их преданность к качеству и стремление к совершенству. Тринадцатая фраза, не такой уж ты и особенный. Львы также стремятся быть узнаваемыми и оцененными за свои уникальные черты характера и таланты. Подчеркивание их индивидуальности и ценности для общества помогает им чувствовать себя уважаемыми и важными. Вместо того, чтобы указывать на обыденность, акцентируйте внимание на том, как их уникальные качества приносят пользу не только им самим, но и окружающим, делая их значимыми участниками общества. Поддерживайте их творческие инициативы и индивидуальный взгляд на вещи, создавая атмосферу, где они могут раскрывать свой потенциал. Четырнадцатая фраза, может быть, тебе стоит подумать о других людях. Львы обладают сильным чувством ответственности за благополучие своих близких и часто вкладывают в отношения много – энергии и заботы. Критика, связанная с их преданностью и заботой, может вызвать у них недоумение и разочарование. Вместо этого лучше выражайте признание за их теплоту, жертвенность и готовность поддерживать других в трудные моменты. Подчеркивайте, каким образом их забота вносит положительный вклад в окружающие отношения, создавая теплую и поддерживающую обстановку. Пятнадцатая фраза, твои капризы иногда неприемлемы. Львы могут проявлять капризы, но это часто связано с их высокими стандартами. Критика их капризов может вызвать недовольство. Вместо этого подчеркните их стремление к качеству и их желание достигать лучших результатов. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!